ну вот рыба поймана и с этим нужно что-то делать поймана довольно таки много вот решили сегодня котлеты не делать мы сделаем консервы и покажем как все происходит вот но первое самое главное это ее нужно почистить очистка это целый процесс запускать его нельзя я делаю вот так беру нормальный нож беру рыбу чистить обязательно нужно сразу после ловли потому что она не подсыхает рыбка то есть и чешуя связает более-менее прилично что не скажешь о рыбе которая пролежит допустим сутки тем более если вы положите ее в морозильник почистить его будет вообще невозможно но я чищу хитро обратите внимание я срезаю снимаю вернее чешую и рыбку бросаю в тазик не чищу так прохожу всю рыбу очищаю только от шелухи а 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 Вот такой вот геморрой Вроде ловишь, кажется, большая Такая рыба большая, крупная Приводишь, думаешь, блин, нафига я ее брал вообще? Ну ладно, у нас сегодня котлеты отменяются А будут консервы Поэтому маленькая потянется Такая и нужна Ну все, вроде почистили Целое ведро Извините, не почистили Ну, ошкурили Теперь это чудо все Высыпаем сюда Моем тазик И промываем нашу рыбу Которая еще не почищена Моем тазик Теперь вот Кишек И кишок И голов Все Поехали Для этого нам нужны Ножницы Руки И свежая голова Ага Вот так сюда происходит Почему не делал все это сразу Потому что Была бы каша Из кишок Голов Рыб Было бы неэстетично Некрасиво А лучше как конвейер Сначала чистим Очищаем вернее от чешуи Потом делаем вот такие вот тушечки Которые хорошо подходят для нашей консервы Будущей Вот такой вот геморрой При изготовлении консерв Когда рыбу ловишь сам Чистишь сам Сделаешь сам Пускай зеленое Время уходит очень много Но зато А-ля натюрель Никаких красителей Никаких Усилителей вкуса И прочего дерьма Никаких ашек Только чистый продукт Очень дорогое удовольствие В плане затрат времени И сил Нужно поехать Поймать Эту мелочевку Потом все ее Перечистить Потом нужно ее Все Порезать Потом приготовить Потом закатать ее В банки Ну короче геморрой Обалденный Но Всем нравится Очень вкусная рыба Получается Хотя В консервах Пресноводной рыбы Очень мало Потому что Не очень вкусная Но мы Пресноводную рыбку Делаем Получается Неплохо Не видно Какой процент выхода Да Вот эта вот рыбка Остатки Этими А вот это вот Тушки Все что получилось Моем Собираем Так далее Готовые стушки Солим Все на глаз Делаем Так Потом Приправы Не приправы Перцы И пряности Любые Что кому нравится Есть Ну и перчик Красный Все А пардон Еще немножко Сокоркума Не помешает Теперь Все перемешиваем Далее Берем Нашу Мультиварку В которой Все Будет Происходить Наливаем Масльце Растительное Есть у нас Морковка Свеженькая Подкладываем Морковки Слой И лука Красиво резать Не обязательно Потому что В консерве Это все Не будет видно Всю эту красоту Если мы будем Ее делать Все положили Теперь тушки Теперь то самое Морковка Лук И снова тушки И снова Морковка И лук Морковка Морковка Все готово Открываем Мультиварку Вставляем Ну так Вроде Приготовилась Смотрим Вот такая красота Достаем 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 Мультиварки Кастрюльку Достаем Сюда Достаем Банки 5 баночек Заливаем Готовый Соус Будем делать Сегодня Консервы В томатном соусе И начинаем Закладывать Нашу рыбу В баночки Для начала Возьмем крышечки И добавляем Нашу рыбку В банки Хочу заметить Что рыба Уже готовая Кости В ней Переварились Полностью Этот способ Хорош тем Что всегда Можно проконтролировать То Что вы Приготовили Достаю Поехали укладываем аккуратненько она уже вкусная кости явно переварились даже пробовать не буду потому что мультиварки она готовилась под давлением берем покрившенные крышки и закрываем поджимаем кровь крышки получше вот так вот все взрываем воду можно горячую до половины вот так и ставим на газ закрываем крышку ой не та крышка крышка закручиваем ну а далее доводим давление до одной атмосферы и в такой ситуации кипятим в течение ну 20 минут ну вот мы закончили готовить консерву сейчас посмотрим что у нас получилось открываем автоклав напомню что парили мы ее тут в течение 20 минут при давлении 1 2 1 полтора атмосферы хотя продукт уже был готовый нам нужно было только закатать смотрим крышечки в тянули ведь нормальный крышки втянуты это первый признак того что закрутила хорошо то есть давление внутри нормальная вернее его нету и крышки притянуты крышка твёрд нормально ну вот такая красота теперь можно единственно сказать что пробовать лучше через месяца 4-5 наверно когда окончательно консерва настоится она намного вкуснее так раньше советское время делали на заводах то есть изготовляли консервы но их не пускали в продажу пока не отстояться я пробовал кушать и сразу но пробовать но это не очень вкусно конечно лучше что постояли самые вкусные годовалые больше есть такие у меня в коллекции ну вот вроде бы и все спасибо за внимание ну вот вроде бы и все и все